всем привет это канал moto sancho прохладное осеннее субботнее утро и я сейчас собираюсь на небольшое мото мероприятие это соревнование по мото многоборью среди мото кружков гомельской области сами понимаете мероприятие нацелено в основном на подростков на молодежь которая посещает мото кружки считаю что дело это в принципе нужная молодежь лучше увлекать мотоциклами техникой чем сами они будут увлекаться чем-нибудь еще поэтому поедем поддержим и сегодня это мероприятие будет отличаться несколько от обычных тем что в его рамках состоится moto battle между командами мото клубов будут соревноваться взрослые дядьки на вот этих вот детских минских мотоциклах на той же самой трассе которую проходят дети я считаю что это будет достаточно интересно поехали посмотрим погода сегодня конечно далека от предела мечтаний но хорошо хоть нет дождя нормальная такая осенняя погода для конца октября а пока мы едем хочу с вами поделиться последними событиями которые произошли дело в том что с момента окончания путешествия на урале голове у меня появились мысли о следующем путешествии которое я хочу провести следующим летом 2018 году планах у меня совершить пробег на урале с коляской все на этом же продолжительностью где-то 16 тысяч километров я рассчитываю месяца за два это расстояние одолеть неспешно но суть в том что это достаточно серьезные финансовые траты порядка 90 тысяч российских рублей получился у меня бюджет поездки расчетный и сам потянуть такую сумму я вряд ли смогу попрошайничать у подписчиков тоже мне совесть не позволит поэтому уже сейчас я занялся поиском спонсоров рассылаю письма по разным организациям возможно кому-то будет интересно прорекламироваться таким способом и поддержать эту поездку не тяжело разместить заставочку в начале в конце видео я думаю и вам она не очень помешает вот какой сегодня ветер так вот одно из самых первых писем отправилась в компанию русские мотоциклы именно ту которая продает уралы в америке в европе в россии и вчера у меня состоялся телефонный разговор владельцем компании мы с ним мило пообщались обсудили взаимовыгодные перспективы ни о чем конкретном не договорились денег он мне не обещал вот сказал что мог бы поддержать запчастями но запчасти от новых уралов вряд ли подойдут к старым но что было интересно в этом общении я понял что человек не верит в старые уралы новые до которые они продают может быть он и считает что они надежные покрали ему сказал что я проехал 6000 километров на урале без единой поломки он сказал что ну возможно он должен был сломаться на следующей сотне километров веры надежность уралов с двигателями 650 кубов у него нет ну и сама по себе вера в русский рынок как бы реклама в россии не очень их интересует я так понял им вполне достаточно того что уралы покупают американцы оно и понятно вряд ли кто-то будет покупать новый мотоцикл с коляской за 12 тысяч долларов то есть одну сумму за которую можно купить голдвинг например и тем временем я приближаюсь к месту проведения соревнований это гомельский картодром подтягиваются понемногу участники так подъехал первый участник от нашего клуба и мы идем все вместе на регистрацию кто у нас крайне на регистрацию процесс регистрации участников идет работа кипит очередь стоит желающих зарегистрироваться собралось много дело в том что будут выступать и мотокружки и мотоклубы соревноваться между собой и желающие в личном зачете посоревноваться против всех тоже здесь же заплатили за использование мотоцикла заплатили за страховочки и теперь пойдем на выход начинаются соревнования с официальной части общее построение участников целая толпа зрителей собралась посмотреть на это мероприятие спасибо уже взрослым мотоциклистам которые откликнулись на мою просьбу приехать поучаствовать поддержать подростков ну и самим немножко попробовать что такое минский мотоцикл вот но вы сильно не смейтесь когда будут взрослые ездить потому что мы ездим гораздо хуже чем подростки начались у нас тренировочные заезды пробные можно проехать перед основными соревнованиями попробовать свои силы немножко привыкнуть к этому синему монстру на котором придется проходить трассу что же из себя представляет трасса это во первых коридор потом идет я так понимаю кольцо пошел по фишкам после выезда из кольца рамка ворота под которыми надо пройти пригнувшись затем участникам необходимо пройти эстакаду выполнить разворот доска на оси это такая качалка своеобразная и три рамки которые надо пройти не зацепив подвешенные под ними шарики за каждое нарушение будут начисляться штрафные баллы следующее препятствие которое необходимо пройти это восьмерка стандартных размеров такая же какую проходят при сдаче на водительские права после восьмерки перевешивания кольца стоят две стойки на одной из них стоит кольцо на вторую его надо повесить и участники уходят на змейку змейка расположена не по прямой она представляет из себя дугу что тоже добавляет сложности а затем возвращаемся на старт он же будет финиш на прохождение всей трассы отводится 90 секунд за каждую лишнюю секунду начисляется два штрафных балла а на стояночке где собрались гости и участники этих соревнований обнаружился вот такой мега чумоход огромный просто автомобильный дизельный двигатель два автомобильных колеса топливный бак из канистры это не мотоцикл это просто что-то есть а и и и совершенно неожиданно для нас оказалось что надо сдать экзамен по теории пдд вот такая милая барышня из гаи принимает экзамен никто специально не готовился полный экспромт два человека садятся за компьютер остальные пишут ручкой 9 человек осталось в кабинете остальные монтажируют под дверями что пацаны сдадим представители мото кружков будут выступать на своих мотоциклах на тех на которых они и тренируются обычно это обычные нормальные двухтактные минскачи которые все наверняка знают и в принципе получается у ребят достаточно неплохо друзья вот опять же делаем акцент на том что девочка находится за рулем нашего мотоцикла отечественного производителя мотоцикл под маркой и категории откатывает понемногу детвора свою программу и скоро перейдем к соревнованиям среди участников мото клубов и наконец-то мы дождались начала соревнований между мото клубами первыми вышли на дистанцию представители гомельского мото-клуба ночные волки а можно пашу поаплодировать а вот те кто проезжал она вот очень волнительно когда тут стоит куча людей и смотрит на тебя ну вот дошла очередь и до мото клуба стальные ветра нас трое человек скажу вам прямо готовились мы четверо одним из выступающих мог стать я на случай если кто-то из участников не смог бы приехать тогда я бы занял вот это место но ребята все отнеслись ответственно приехали поэтому я снимаю занимаюсь тем что у меня получается лучшим на боку вот вот тот самый треш который я люблю стальной ветер ваня закончил свой круг еще один представитель мото клуба стальные ветра саня кушниров вышел на старт не страшно нет очень страшно нам тоже и третьим от нашего клуба выступает витя панк сейчас он оденет перчатки всех тут порвет кстати позвольте себе рекламу вижу саша снимается новый видео вот так что все скоро я смотрю на твой канал гомельский мотоклуб железные братья тоже представил своего участника было четвертый мотоклуб выступающий на этих соревнованиях это гомельские представители штраф бата следующими выходят на старт ребята мотоклуба восьмой регион калинкович и и замыкает состязательную часть виталик медведев лаваш трампата закончились соревнования последний участник сегодняшнего заезда пока судьи там подводят результаты заездов я отошел на заправочку до руснефт неподалеку чтобы подзарядить свой телефон благо есть у нас вот такие шкафчики которых можно поставить телефон на зарядку ну заодно сам немножко погреюсь пока я бегал заряжать телефон тут оказывается временную паузу заполнили выступление стандрайдера а а а Играет музыка Дождались церемонии награждения Результаты подведены Ну вот результаты Третье место занял штрафбат Второе остальные ветра Все куплено Да, все куплено А вы не говорите это вслух Я считаю, что это Отличный подарок ребятам на день рождения Сегодня день рождения у клуба Ночные волки, им 16 лет Поэтому пожалуйста, поаплодируйте им И с первым местом Ну что же, поучаствовали Посоревновались, посмотрели на то Как выступали другие В принципе интересно провели время А сейчас пора пожалуй ехать домой Отогреваться, пообедать Надеюсь это видео Кому-то понравится Всем спасибо, что смотрели Как всегда, ваш Мото Санчо Всем счастливо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok